всем привет вы на канале for the mark мы продолжаем смотреть грустного пакета в этот раз у нас видео под названием тетрадь смерти за 5 секунд и видео в названии меня уже обманут потому что видео длится 6 минут 12 секунд сколько миллисекунд не за и настолько дотошный но он что за обман хотя может быть там реально все пять секунд а в итоге просто будет куча рекламы фиг его знает давайте просто заценим что ж такого запихну туда грустный пакет насколько это будет забавно да и вообще четыре смерти для меня это наверное из лучших аниме что я смотрел ну и мангу я начал читать и черт подели знаете во многих моментах манга мне нравится куда больше но перед началом реакции не забываем про лайк подписочку переподписочку с колокольчиком чтобы не было без башку ютуба и вам нормально приходили уведомления новых видео расскажите в комментариях о том любите ли вы тетрадь смерти вообще нравится вам аниме или читали бы мангу если у вас конечно уже за хайповавшиеся в алиэкспрессе тетрадочка и огромная благодарность потрясающим донатером реально ребята вы просто молодцы я после стрима до сих пор меня руки трясутся tremor что я такой щедрости просто не ожидал ребята вы просто мои самые лучшие булочки вас люблю дайте вас обниму ну что же поехали ну вот и пришло время пришло ебаная время ну давай черт но но нельзя же так неправильно все это ты согласен со мной нет представьте что блин нет я извесила когда придете за моей семьей пощадите хотя бы кота пожалуйста так вот представьте что вы обычная шкила ваша жизнь скучное говно и скорее всего останется скучным говном до тех пор пока вы не превратитесь в деда и как это обычно у них бывает не сойдете с ума от деменции и импотенции но тут с неба вам внезапно тянется мерзкая костлявая рука и предлагает веселье здесь и сейчас согласитесь ли вы учтите что это может возыметь ужасное последствия нож какие я гамилай не знает что такое последствия он сосал руку по локоте владел жутким артефактом способным по его мнению изменить боже но появился хик я не могу я тебе каждый раз когда слышу тему я все я хочу просто встать открыть свой ipad вот серьезно вот мой старенький ipad 2000 по 13 года на котором закачана вся тетрадка смерти снова пересмотреть наверно уже в шестой раз я уже не помню сколько раз я уже пересматриваю тетрадку это ужас ах это для меня это бессмертное аниме я его могу смен сколько угодно и к следак обосрал всю малину черт подери вы только гляньте на эту мерзкую рожу сутулый болезнный кривой косой рыжий а слева от него самый большой интеллект в истории японской анимации его идеи будут актуальны всегда он отдал жизнь чтобы ты и дальше мог рожать с мемасов и смотреть спасибо надеюсь ты уже подписан поначалу тебе кажется что ягами красное солнышко действительно имеет отличный план взять тетрадь написать туда именно всех плохих людей и кайфовать но если вдуматься в это чуть глубже то что мы имеем рыжие животные 9 классов образования возможно 8 берет в руки оружие массового поражения и с этого момента решает кто в этом мире достоин жить а кто нет забыл бы почти как королевство я был бы самый главный смертная казнь мимо пока было бы сегодня уничтожая серийных убийц наркобаронов а завтра поняв что теперь под его властью находится абсолютно все выпиливается у мать за то что не погрела картошечки ну мама я же просил черт возьми ты заплатишь за это всем что у тебя есть вы вас жестко на самом деле я как минимум по своим воспоминаниям помню когда вот я и некоторые мои друзья посмотрели тетрадь смерти мы все знатно офигели с того факта что мы поддерживали лайта вот просто осознайте факт того что у вас главный герой буквально устраивает хоть и как сказать охоту на преступников в виде такого вот массового геноцида но вы поддерживаете его идеи вы болеете какого-то хрена за него вы хотите чтобы несмотря на все что происходит на все возможные его моменты раскрытия когда его могут раскрыть другие люди или детективы ты болеешь за него и знаете я считаю что если произведение справилось с тем что вы поддерживаете подобного антигероя который уже на грани с антагонистом и вы реально хотите болеете за него хотите чтобы он победил могу вас поздравить вы прописали отличного персонажа и честно я считаю что создатели с этим не просто справить они просто переплюнули нахрен все возможные подобные исходы просто право можно попытайтесь не возразить но в таком случае я попрошу вас назвать мне хотя бы одного рыжего человека которому вы могли бы доверить вершить судьбы этого мира ну вот вы тоже им не доверяете и правильно делаете вы кстати слышали эти опенинги твою мать после стольких лет всегда причин любить или даже обожать тетрадку великое множество но главное это безусловно костлявый криповый черт он настолько великолепен всемогущ и опасен что 99 процентов времени просто шпионит в стороне и только этим создает добрую половину всей атмосферы в его взгляде безумие а во рту яблочки вы вдумайтесь это же дьявол и все события в аниме происходит вот честно как же мне было обидно то факт что netflix анонсировали выход полнометражки конечно дополнительная такая срака что даже больно не говорит но факт того что они ради этого пригласили уэлем это фо идеальный образ идеальный черт подери люк и вместо того чтобы использовать его на полную катушку например как-то изменить его образ но для загримировать его или например сделать его компьютерную модель куда она будет может быть самый качественный но вы будете видеть это безумие в его глазах это зеленогоблинская вот это обаяние и страх и вы это все просрали тем чтобы мы его вообще не видим мы буквально сколько раз моего лицо видели за фильм по-моему нисколько но постоянно в тени и вы просрали идеальный шанс просто то что просрали вы его высрали закопали снова откопали и снова высрали это до сих пор обидно ходят исключительно из-за того что ему стало скучно и он решил парафлить это потрясающе но если есть дьявол то где же бог спросите вы с русскими и пока иисус зрит на россии нет он решает поиграть в иисуса нет он пошел поиграть в карты с нитши а потом проиграл а потом сказал что бога нет себя дома и примерно через полторы серии оказывается смачно с дианонин чуваком по имени л о котором стоит поговорить подробнее дело вот в чем несмотря на то что этот парень постоянно выглядит так будто сейчас умрет его интеллектуальная сила находится на высочайшие ступени и по факту он переиграл лайта сразу как только с ним встретился ему нужно было брать этого ложка за жопу в тот же момент но зачем ведь в этом нет никакого вызова также не интересно гораздо интереснее поиграть с ним в теннис и умереть через 20 серий ладно без негатива да и чё-то я издалека зашел давайте углубимся ягами light если вдруг вы искали идеальное отображение фразы беспринципная собака то она прямо перед вами каждый раз когда он попадает ситуацию сложного морального выбора он выбирает быть сволочью выбирает заплатить небольшую цену ради великой цели но в конечном итоге просто ломает жизнь куча хороших ребят рубит бошки паре тысяч преступников и типа все жидкий бог какой-то получился чё это за буханистая собака жаба бывает стоп сегодня они сегодня вензли к сожалению не находите посеидон ладно на самом деле light изменил мир сократил преступность два раза прекратил войны но у меня остался еще один аргумент идите нахуй эл уже является почти полной противоположностью он не собирается ликвидировать лайта пока не убедиться в своей правоте на сто процентов ведь у него черт возьми облевайте как промотай мне чисто интересно сколько там было бенадрил достань меч барабир курпечь бугименхазаюнка мобменискарбас миламуркан мандеролька дипоппер господи уже забыл тот период когда все стебались над его именем какой же это было безумие его как только не называли На 100%, ведь у него, черт возьми, обсессивно-компульсивное расстро... Ой, я имею в виду, есть понятие о чести офицера и настоящие мужские принципы. Пусть он и похож на гибрид ребенка и мертвой женщины. Он опережает рыжую псину на шаг каждый раз и оказывается чертовски близок к победе, но Ягами-лох просто подрубает читы и побеждает. Или нет? Хо-хо, ведь я до сих пор не рассказал вам о главной фишке этого аниме. Многоходовочи. Они опутывают с собой каждую серию. Персонажи здесь говорят одно и сразу же видят, что ответит их оппонент через 38 лет. Каждый их шаг, это шаг по минному полю, которое они же себе и выслали. И я не уверен в этом, но клянусь, это так. Даже в поедании элом тортиков, скорее всего, скрыта какая-то крупная схема по разоблачению тиры. Серьезно, я не уважаю. Ну, конечно, да, это же перебор, но честно. Вот от многих моментов, когда сидишь и думаешь, ну все, разрешится. И тут внезапно создатели аниме и манги. Сынок, присядь. Сейчас все, что ты хотел, все, что ты видишь, нахер разрушится. Поэтому сядь, сядь, укутайся одеялочком и продолжай офигевать. Я даже сказал, не офигевать, а охуевать. По полной программе. Вот реально столько было моментов, когда я просто сидел, у меня не было слов. У меня реально просто отвалилась челость и лишь было одно случайное. Они, блин, реально это сделали. Как? Вот, серьезно, до сих пор от некоторых моментов мозг не просто взрывается. Он делает, черт поди, сальто и падает в ядерную бомбу, взрывается и улетает на Марс. Чтобы построить свою колонию. Уважаю Лайта, но волосы на моей жопе танцевали Джигу каждый раз, когда он выкидывал очередной свой прикол. Так же и с Эллом. Это началось в первой серии и продолжалось до самого, блин, конца. И, собственно, даже смерть Элла, это внезапно тоже часть его плана, после которой он, словно брюмастер, разложился на двух микрочеликов, один из которых, к сожалению, рыжий, но это не отменяет того факта, что совместными усилиями они таки загоняют ягами котика к стенке и тушат его без суда и следствия. Именно так, как он и делал это со всеми своими жертвами. Гуднайт, Свитпринц, Рюк, в конце получает свою минуту славы. Трустори, здесь он наконец-то создает впечатление настоящего шенигами. У меня стояк. А что касается главного вопроса, кто же все-таки прав? Лайт или Эл? Убийство или кексики? Ну, можете поразмышлять над этим, если вы мудак. А если вы хотите еще таких роликов, то ставьте лайк. И давайте так, напишите в комментарии свой самый мастерский, конченный, мерзкий поступок во всей жизни. И если он покажется мне достаточно мерзким, то я запишу ваше имя в тетрадь на стриме с пруфами. И вы умрете. Подпишитесь на инстаграм. У меня там так мало подписчиков. А я хочу очень много подписчиков, понимаете? Фокус, блядь. Понимаете? Очень много подписчиков. Хочу. Подпишитесь, пожалуйста. И пока. Ну что ж, ребята, вот такое было все еще ошибочное. Че за хрень? Пять секунд. Никаких пять секунд не было, но все равно. Это было классно. Это было весело. И еще снова заставило меня задуматься на тема реально кто прав. А знаете, что я считаю, что никто из них не прав по факту. Вот никто. Прав я. Потому что я сейчас пойду и буду смотреть это аниме снова. Как это, блядь, работает? Как это работает? Почему я снова захотел тебя тратить смерти? Че за хрень? Грустный пакет. На кой черт я это сделал? Зараза. Ладно, че, какая зараза? Ты прекрасный. Ты кусечка. Иди сюда. Давайте. Обниму. Спасибо, что заставил меня снова полюбить это аниме. Уже, да, седьмой или восьмой раз его буду пересматривать. Хотя, знаете, в шопу я реально все-таки дочитаю мангу. И потом сделаю сравнение. Лично для себя. Почему, блин, и нет. Продолжение следует...